фильмы 1976 года советские ну 12 стульев ильфа и петрова вторая экранизация марка захарова так называемые из четырех серий это вот та которая с мироновым ну собрали звезд очередной раз 12 стульев у нас все любили один из важнейших сатирических романов в ссср бендера миронов воробьянинов папанов за кадром кстати зиновий герд тоже неплохой конкурентах главный отец федор это ролан быков ну и в эпизодах тоже масса 10 актеров вообще снялись и у гайдая и у захарова допустим савелий краморов играет диссидента болесова впрочем пророческая роль то что савелий краморов он за границу потом эмигрирует в семьдесят первом году фильме он играл шахматиста у гайдая вицын там тоже в обоих фильмах играл между прочим но это все ведущие актеры комические того времени краморов и вицын конечно ну и многие другие тоже туда и сюда гайдая между прочим фильм возненавидел и есть конфликт какой лучше захарова или гайдая кстати я считаю что захарова лучше просто потому что он больше соответственно сокращение меньше лучше показан сам текст текстом неплохой и довольно системный то есть когда сокращают серьезно при экранизации художественное произведение то вылетает система потому что любое художественное произведение это систему если его чересчур сократить то там системные вещи вылетают и все получается нечто другое все-таки захаров ближе к тексту же потому что больше автор песен юли ким песни прекрасно там вписываются миронов единственно что педиковатый да то есть миронов женственный это так не грубо про это сказать ну это вот стилистика уже семидесятых застойная такая достаточно женственная сама по себе как я уже говорил там и много фильмов было про плохих мужчин начал вот этот вот женский гендер доминировать конечно семьдесят первого года там мужской этот герой грузин в общем скорее вот так вот противопоставляется то есть в гайдая напористый действительно мошенник грузинский такой на тестостероне безусловно этот миронов такой женский обаятельный то есть он так вот совращает а потом внезапно грабит миронов но в то же время бендер то саму в оригинале скорее все-таки женский уже мошенника не грабитель да он скорее вот такой как миронов мне кажется очень мне кажется что у захарова больше попала по крайней мере в текста карнизация так очно все на любителя гайдай прекрасный режиссер кто бы спорил смех и слезы это 2 экранизация пьесы сергея михалкова которую почему-то у нас любили как и ставили кстати на школьных театров ставили я помню ну про шахматы там все знают да то есть там попадает мальчик страну шахмат который там в плену карт находится и карты шахматами там воюют король уныли его там вся вот эта вот история я думаю что смотрели почти все эту классику но в принципе шедевр советского подросткового кино песни все таки вот эти все экранизации 70-х они были получше они ориентировались на телевизор на то что это будут долго смотреть спокойной среде как бы никто не торопится они туда ставили обычно очень много музыкальных всяких этих номеров то что телевизор как бы считалось отдыха там было довольно много музыки такой для отдыха опять же работают классики комедийного кино того времени филиппов вицин маргунов то есть комические актеры сережа крупенников главной роли это тоже своего рода звезда он часто было на детском кино там слою там играл там далее его тоже узнавали в общем в качестве конфликта тот кстати почему видимо сергей михалков то пьеса советская и хорошо известная тот конфликт шахмат и карт то есть шахматы это как раз детерминистская наука это же просвещение да это наука которая вот по определенным правилам логическим а карта это хаос карта это хаотическая природа почему кстати в ссср обычно шахматы разрешались и поощрялись а карты наоборот запрещались как правило даже пионерам или ну если даже взрослым можно было то это считалось плохое развлечение детям практически запрещали карты потому что там хаос вот это же просвещенческая до идея что разум и хаос воплощенный даже в памятнике петру в петербурге которые на самом деле по идее вольтера сделан то есть вот разум виде петра попирает ногой хаос там на камне вот но и так советская идеология через марксизм она естественно заряжается тоже от просвещения поэтому кстати они очень любили 18 века всякие тексты частых экранизировали это вот как бы родное это это дедушка марксизма вольтер дедушка маркса идейный ну вот это вот тоже это просвещенческий на самом деле сейчас вот идут по истории 18 век вписываются советские фильмы 70 ходим в эту парадигму да то есть разумные шахматы победят хаотические злые карты это вот оно и есть два капитана 6 серийный аж фильм то есть начали переснимать вот эти все шедевры советской детской всякой прозы которые ранее снимали там в одну-две серии часах переснимали как цветные и многосерий никита цветные сериалы ну тоже все узнаваемо постоянно эти сериалы крутили особенно во время летних каникул крутили все время и два капитана и эти смех и слезы им на вас всевозможные вот эти подростковые фильмы которых 70 очень много сделали 70 и вообще какой-то степени пик российского кино коже говорю она нормально и она ориентирована где-то на подростка 12 14 лет два капитана она не напряжена так нагруженной истории истории тогда грузили она была сакральная в ссср то есть вместо вот священной истории библии у совка же история побед коммунистической партии это еще сталин понял что в качестве значит священного писания мы напишем историю кпсс но вот это так и наблюдалось то есть истории заряжали как сакральным таким история заключается в прогрессе да то есть в победе как раз вот разума над безумием поэтому она сакральная есть заряжали практически все фильмы и любили исторические 70 правда наши интеллигенты во всех исторических фильмах делала фигу в кармане и намекали на то что советская власть подобно всем деспотам прошлого и настоящего но в то же время вот акунин оттуда как у ним кстати вот это либерал же в принципе да но он пишет на исторические темы но вот это оттуда же советский человек любит историю на самом деле в школе внушали что история это главное поэтому два капитана можно кстати с акуниным сравнить да то есть это какая-то интересная вот такое все повествование этическая некая тоже о победе моральных ценностей которая еще я прокинута в определенный исторический период как бы индивидуальный прогресс человека и вот идет параллельно прогресс человечества ну что еще интересно в советском понимании все акценты другие то есть у нас считается сейчас что на это сравнительно свободный такой светлый период двадцатых до когда там был модернизм советский национальное возрождение в республиках и так далее а в двух капитанах наоборот нэп это голодное беспризорное детство там чека с трудом отбивает детей от уголовников то есть это нэп это время хаоса в котором значит чека только начинает наводить порядок спасает детей от голода дает питание образования потом 30-е годы которые как раз у нас воспринимаются как ужасное время репрессий да это наоборот блистательная юность это энтузиазма полет все 30-е в советском понимании это первые пятилетки это наоборот период энтузиазма когда вот порядок возник внезапно из хаоса и он был прекрасен когда он только возник никаких пятен на нем не было это прекрасно а вторая мировая который да сейчас вот как тяжелый такой период напали фашисты все вообще страшно это наоборот это время героизма когда вот порядок победил фашистский хаос то есть все все акценты наоборот мы считаем допустим ужасным временем тридцатые сороковые там наоборот ужасное время это 20 до не турбинных это фильм владимира басова по пьесе булгакова появляется постепенно булгаков семидесятые хотя частично но вода не турбинных почему-то считалось самое советской то есть собачье сердце нельзя по выс öffentlich с не мологда я говорил у нас только 80 его разрешили вообще было запрещено собачье сердце но диссидент и все знали что он написал собачь сердце мне пересказывали в маленьком возрасте что написал булгаков собой чем сердце ну правда в версии советских антисоветчик а вот эти самые дни турбинных разрешали вроде как их и даже и сталин же любил то есть у булгакова и при его жизни почти все запрещали а вот ни турбинных были разрешены, потому что они о кризисе белых. Вроде как это вписывалось в советскую эту схему. Ну, сам по себе фильм «Мягков», который уже выдвигается в актера номер один. «Мягков» номер один в застой, потому что мягкий. Вот Мягков, Миронов, вот можно полюбиться на секс-символов брежневского периода. Ну, то есть, представляете, да, вот, что-то они такие вот добрыми голосами что-то такое говорят, расплывчатое. Совершенно не Маяковский, да? Поэтому Высоцкий и не вписался в это. Басилашвили там неплохой, Владимир Баасов. Ну, вот, подобрали таких рефлексивных актеров, которые изображают из этих белых офицеров, вообще-то, каких-то рефлексирующих интеллигентов. Но этот мотив есть и у Булгакова, что офицеры превратились в каких-то нытиков. Поэтому тут адекватный, на самом деле, подбор актеров и вписывается в общую всю вот эту 70-х годов эстетику, в общую атмосферу. На самом деле, хорошо сделано и вовремя сделано, потому что 70-е тоже время такой рефлексии, почему так все плохо. Вот они там сидят в Киеве и обсуждают, почему все плохо. Можно еще сопоставить с рабой любви, которую скоро тоже буду рассказывать. Тоже про серебряный век. Офицеры тоже как декаденты представлены. И, в общем-то, как часть интеллигенции. Офицеры нигде в мире не осознаются как часть интеллигенции. Это вот российская милитаристская культура. Офицеры не интеллигенция. И не могут ее быть. Это мясники, так скажем. Они обычно противопоставляются в западной культуре. То есть, есть интеллигент, а есть офицер. Ну, кстати, сейчас это будет в небесных ласточках же. Геройи русские интеллигенты, которые попали в независимый в 18-м году в Украину, и там они внезапно являются украинскими офицерами. Более того, они участвуют в войне между двумя украинскими правительствами. Значит, у нас гетманское правительство, украинское, и перлюровское тоже украинское. То есть, сидят русские, короче, говорят о том, что все империя погибла, и какой-то ужас. И при этом эти русские считаются украинцами, да еще и участвуют в украинской гражданской войне. Украинского языка они не знают. Вот эти все истории про то, что кот там или кит, и не зная украинского, это не издевательство над украинским у Булгакова. Это издевательство над этими мудаками. Что они попали вот внезапно в страну, где народ, значит, отделился украинский, и они не знают этого народа, и даже его языка не знают. И они не знают, о чем теперь делать вообще, куда они попали. Вот это Булгаковское, что народ... Они считались интеллигенцией империи, империи нет, а теперь, в общем, даже и язык украинский. И куда они попали, и что они не понимают просто. Хотя они как офицеры привыкли именно решительно действовать. А куда тут решительно действовать? За кого там? За Петлюру или за Гетмана? Это два украинских правительства. На Востоке уже коммунисты, но коммунистов не трогает Булгаков, потому что нельзя было, когда он писал в Дни Турбиных. Как бы понятно, что коммунисты им тоже глубоко чужды. Культура сама по себе этих самых русских интеллигентов, это было несколько процентов населения до революции. И эта самая культура, которая сейчас почему-то как русская подается, в основном представляла собой подражание немцам, французам, механическое. Поэтому вот немцы уходят, это вот уходит то, к чему они подражали. О чем Дни Турбиных? Немцы уходят из Киева. А что теперь делать? Империя погибла, да еще и немцы ушли. Они всегда, так сказать, изображали из себя немцев, хотя немцами не являются. Украинцами они тем более не являются. Народом они тем более не являются. А куда теперь? Ну вот, при этом Булгаков им сочувствует. Но сам конфликт и причину поражения этих вот русских интеллигентов он понимает хорошо. Ну, они и по этой причине и проиграли и при Путине же либералы эти. Народом они не интересуются, сибирский язык они возрождают, не хотят. Ну и сейчас пойдет новая война левоты, я думаю, и там они проиграют. Скорее всего, в России какие-то левые опять к власти придут. Потому что вот эти вот либералы хронически что-то изображают. Они ни Запада не понимают, на самом деле, ни России. Они занимаются какой-то имитацией, возможно, искренне. Ну вот, Турбин показал, что они искренне, что это такие добрые люди, но совершенно никчемные. То есть выбравшие абсурдную культурную парадигму, которая на определенном историческом этапе проиграла. Ну поэтому большевикам фильм-то нравился, потому что они-то на этом этапе победили. Как бы это ни печально для России не звучало. Поэтому драма серьезная и понятная, на самом деле. И в 20-е понятная, и в 70-е понятная. В 70-е опять вся эта интеллигенция существует, которую учили по Гегелю. А потом они оказываются в обществе прежнего. В вузах-то нас обучали же, все равно же, блин, по западным всем схемам. Потому что вот такая культура у нас. Не по Конфуции уже нас учили, не по Корану, а по немецкой классической философии. Ну и романцы прекрасные. Надо сказать, что есть еще фильм «Белая гвардия» 2012 года, который гораздо хуже. Потому что это украинофобский фильм. Это уже противостояние Путина с демократической Украиной. Ну и когда дойдут до 2010-х, уже там расскажу. Ну, надо просто вкратце сказать, что без «Белой гвардии» при Путине сделали просто политическую агитку. С пародией, так сказать, на украинских националистов и так далее. Этого нет ни у Булгакова, ни, конечно, в нормальной, спокойной экранизации 1976 года, когда была украинская СССР. И быть украинцем было не криминально совершенно. И при Булгакове тоже. Поэтому то, что сделали в 2012 году при Путине, это просто пасква на Булгакова и на все предыдущее. Смотрите нормальные дни Турпиных 1976 года советские, без украинофобии, без дегенеративных бандеровцев и так далее. Которых тогда еще и не было, никаких бандеровцев в 2018 году. Ключ без права передачи – это фильм о школе, конфликт между учителями, родители-школьники. Не буду пересказывать, тем более все кажется достаточно наивно. Ну, фильмы и должны быть наивные детские, но это про дрязги взрослых, которые проецируются на детей. Там Елена Проклова, позитивный учитель, Марина Максимовна молодая, которая вот в контакте с детьми. Ну и еще там имеется учительница химии Шукшина, мудрый директор школы Алексей Петренко, злобная родительница Екатерина Васильева, скандальная. В общем, такая советская школа, в общем-то, типичная. С другой стороны, кто в советской школе не ушелся, может посмотреть. Советская школа настоящая, со всеми ее обычными отношениями. Тогда сильно этот фильм обсуждали, считали, что вот он конфликтный, и это хорошо. Про школу снимали фильмы достаточно конфликтные, хотя сама школа выглядела как официоз такой. Там всех строили по линейке в школе по несколько раз в день, и учителя вдалбливали такую единственно верную идеологию советскую, авторитет учителя поддерживал со всеми силами. А фильмы снимали, тем не менее, конфликтные, про конфликты, которые в реальной советской школе не часто бывали. Ну и производственные же фильмы тоже про конфликты снимали, и было интересно. Но в то время, потому что сейчас эти конфликты часто кажутся наивными. Ну и, кстати, да, и восприятие этого фильма. В 70-е считали, что фильм сложный, интересный, психологический конфликт. А сейчас больше критикуют, что, в общем, такие отвлеченные образы учительницы, даже вот эта позитивная учительница, с нашей точки зрения, не такая уж и позитивная, критики обсуждают. Ну и часто критики говорят, что это модель, конечно, кино 70-х годов молодежного. Это да. Вот так вот и снимали. Ну, в современность переносится плохо. Они, вот эти все позитивные образы воспринимаются как отвлеченные. Советский позитивный образ в 70-е воспринимался, что да, вот это хороший реальный человек. Но у нас сейчас вот с таким вот ригоризмом нравственным, да, с такой вот, как сказать, с такой нетерпимостью даже учителей, пожалуй, нет. А вот советский такой позитивный учитель, он прежде всего нетерпим ко всем отступлениям от советской морали. Это в фильме тоже есть. И сейчас уже воспринимается это довольно странно, наверное, вот так нужно сказать. И все-таки авторитет учителей тоже поддерживает этот фильм. Там, в общем-то, учителя позитивные, а вред там от родителей. Там скорее конфликт между учителями и родителями, ну и между детьми. Там есть Акуджава, и, кстати, есть прекрасная песня Акуджавы в этом фильме. Есть шестидесятники всевозможные, то есть, видимо, это там, это, камео их провели. Но все-таки ценности нам мало понятны, и если в 70-е выглядел проблемный такой фильм, сейчас скорее как наивный фильм. Там много Пушкина, этого самого Пушкина тогда считался, так сказать, чем-то светлым, тоже сейчас воспринимается как очередное дерьмо официальное. Это самая позитивная учительница Елена Проклилова, которая все 60-е была детской актрисой, она снималась в детских фильмах, а в 76-м году ей 23 года, то есть она сама там недалеко от детей уехала. А состав достаточно звездный, я уже перечитал актеров. Актеры хорошие советские. Ну, все-таки, вот если сейчас пересматривать, впечатление, мне кажется, странное от этого ключа без права передачи. А вот «Легенда о Тиле», впечатление как раз хорошее, исторический фильм очередной советский, по мотивам романа Шарля де Кастера «Легенда о Болиншпигеле». Я его недавно пересматривал, кажется, я в дневниках должен был говорить, если я не говорил, там сам по себе роман написан левым либералом. То есть роман – это XIX век, это левые европейские. Поэтому интенсивная критика попов и феодалов в романе есть, роман изначально политический. Но она ведется, ребята, не марксистом, то есть не с коммунистических она позиций, но с позицией левоты французской и фламандской XIX века. Ну, в частности, в чем проявляется, что не марксизм, там же ведь нет пролетариата, да? Никаких там пролетариев. Тиле или Шпигель, в общем-то, из среднего класса. Второе – эти все левые классические были все националистами. И там в фильме ярко выраженный голландский национализм, который, кстати, и характерен и для реальных этих голландских повстанцев, да? Третье – там на самом деле позитивное отношение к религии, там негативное отношение к католической церкви. В романе, конечно, протестантизм от религии Тиле или Шпигеля противопоставлен прогнившей феодальной католической религии. Это тоже там есть. Ну, и это попало, кстати, и в советскую экранизацию. Советская экранизация, кстати, сразу на советскую интеллигенцию ориентирована. Там начинаются с «слепые ведут слепых» – это притчи из Евангелия. Они начинают с того, что иллюстрируют Евангелие, которое вообще-то запрещенное было в СССР. Потом идут «Голая баба», которая в 70-х там во всех западных фильмах, но в советских тоже не полагалось. То есть там сразу, с самого начала, заявки на элитарность. В советском понимании. Христианство и порнография – это элитарные вещи, практически запрещенные в СССР. На них очень сильные намеки. Потом все идет про повстанцев. Повстанцам противостоят католики, то есть такие вот фанатики какой-то идеологии, в которых вполне узнаются и советские бонзы. То есть вот этот намек насчет фиги в кармане там хорошо виден. Потому что противники Тилем Уленшпигеля – типичные феодалы, и они напоминают и советских феодалов вполне. И по идеологии, и по поведению. А им противостоит, так сказать, широкая демократическая общественность вот вместе с Тилем Уленшпигелем. В советском контексте, если перенесить, то вот так. Ну, надо сказать, что XVI век – это самое рождение модерна. Вот этот период с XVI до конца XVIII века – это как переходный идет к модерну. Правда, в этом переходе чуть ли не на 10-50 лет все задержалось. Но вот это как бы начало. Почему-то в советской, кстати, школе говорили, что модерн начинается с английской революции 1640 года. Хотя это неверно. И сейчас модерн, конечно, такой уже явный модерн – 1789 год. Он с французской революции начинается, модерн. А вот это все переходное. Если уже считать началом современности переход, тогда, конечно, с голландской надо было бы. Потому что, ну вот, голландская – это первая демократическая революция. Тиль Уленшпигель – первый, да, борец за идеалы современности, против феодализма. Ну, актеров там можно отметить Евгений Леонов, конечно. Но, кстати, Евгений Леонов считал, что его лучшая роль – это именно Лама Гудзак. Михаил Ульянов – там отец Уленшпигеля, между прочим. Белохвостикова – жена Уленшпигеля. Всех снимают крупным планом, с большими выразительными глазами. Достаточно такое яркое восприятие и прошлого, и явные переносы в современности 70-е. Ну, кстати, там в Тиль Уленшпигеле показали, как реально выглядит осквернение храма. Вот Пусси Райот, который что-то там потанцевали, это не осквернение храма. Осквернение храма – это то, что протестанты в 16 веке устраивали с католическими храмами. Это соответствует тоже исторической реальности, и в фильме показано. Как вообще говорят, церковь громят. А просто там потанцевать и против Путина песню спеть – это далеко не то. «Небесные ласточки». Тут тоже самое, что в предыдущем можно сказать. Что опять берется 19 века французская левая пьеса. Она была поставлена самими французами. Есть фильм «Мадемуазель Нитуш» 1954 года. Поставлена, в смысле, экранизирована она была самими французами. И потом экранизирована нашими в качестве «Небесной ласточки» 1976 года. Один из классических советских мюзиклов. Ну, вот тут надо сравнивать, да, во-первых, со французской экранизацией, которая отражает реальную пьесу. И сильно переделали в совке. Видимо, вот по вот этой. И кроме того, нужно сравнивать время. То есть, автор 19 веке что писал и что в 76 из этого сделали. Ну, «Небесные ласточки» сняты в Алубке и в Ялте. Французский дворец изображает французский монастырь. Ну, ребята, как-то вы совсем уже, конечно, да, оторвались. Но дело в том, что монастырь – это не дворец. И вот французская экранизация это понимает. Потому что монастырь – это что-то типа советского пионерлагеря. То есть, прежде всего, там скучно, и об этом в пьесе очень много. То есть, это выглядит, как вот они рядами ходят и живут в каких-то скучных помещениях длинных. Это во Франции показано. В французском фильме можно посмотреть, они там знают, что такое монастырь, в котором воспитываются девушки. А дворец с парком – это совсем что-то не то. Это не монастырь, а это как раз где жили аристократы. Тем более, английский дворец французский. Пальмы и прочая вся херня к монастырю во французское понимание не тянут. Монастырь – это скучно. Там это не скучно, там это роскошно. Ну, вот, видимо, такое уже у нас началось представление о Западе, что там одни все во дворцах живут. Как раз в Западной это понимают, что во дворцах там живут далеко не все. У французов в роли Флоридора Фернандель – тоже крупный актер комический. Миронов сравним по масштабу с Фернанделем – тоже крупный комический актер в 70-х. Но в советском фильме есть и другие звезды. Такие как Горченко, Ширвинд и Нинидзе сразу тебя там ставят как звезда. А фактически звезд во французском фильме один – Фернандель. Получается, весь французский фильм – это про Флоридора. То есть там полностью забивает всех Фернандель, все вокруг него танцуют. Это заметно, да? То есть один актер, который играет основную роль, всех подавляет собой, и все работают только на него, раскрывая его образ. А советский действительно полифоничен. Там разные силы, и там, в принципе, Ширвинд, вот этот военный, он равнозначен этому Мирону. То есть там не подавляют, там, более того, получаются конфликты разные. Кстати, и Нинидзе играет ярко и выглядит как, ну, чуть ли не главная героиня. Они с Мироновым в паре примерно равны идут. Странно, почему ее потом никуда не пускали, потому что она сразу там на кинозвезду наработала. Может быть, это национальный вопрос, она как Аска. Может быть, у нее личные дела были. Но, судя по вот этой роли, у нее потенциал огромный был, который потом нереализован был. Миронов, вероятно, смотрел первый фильм 54-го года, потому что он явно даже жестами копирует Фернанделя. Но там, в фильме 54-го года, у Фернанделя гораздо больше текста. Во французском фильме текста гораздо больше, и Миронова подрезали даже и по тексту. В небесных ласточках французских есть песни, но у нас написали новые русские с похожим смыслом. Французская музыка, конечно, более такая, лучше вписывается. Написали советские песни, типичные 70-х, туда, во французский фильм. Ну, о стихах я не сужу. Ну, в общем, в Монмозеле не тоже, в оригинале французской тоже песен довольно много, но они другие, конечно. У нас написали новые песни, многие из которых стали шлягерами и часто исполняются на эстраде до сих пор. Дениза, то есть вот эта девушка, которую играет Иеннидзе. Дениза во французском фильме второстепенная героиня, которая только подыгрывает Фернанделю. Это просто напарница этого Фернанделя. Там нет ее темы постоянного лицемерия, а в «Ласточках» она все время же лицемерит, в наших. Все время что-то имитирует. Вообще, в французском фильме религия – это просто мебель. То есть вот в советском есть яркая критика религии, как полагалось, да? Во французском просто это воспринимается как обстоятельство. Но есть у нас католицизм, вот и все. Как бы это даже никого там особенно не волнует. Яркой критики религии в французском нет, хотя, конечно, Франция уже прошла через просвещение, и они воспринимают это как религию, как глупость. Дениза там меньше танцует. Мотивы у нее поведения в основном хулиганские. Майор у французов совершенно старый и тупой, а у нас Ширвиндт обаятельный и самостоятельный. То есть во Франции Майор совершенно вот такой незрачный, и понятно, почему Карина его не любит. Во французском фильме, в моем возрасте, не то, что Карина, это от которой Горченко играет. Карина любит Флоридора. И этим объясняется все ее поведение. Она за Флоридором борется. И в конце, кстати, во французском фильме Флоридор женится на Карине, чего в советском вообще нет убрали. У французов, естественно, больше порнографии. А, нет, меньше даже. Нет, меньше у французов. Все-таки 54-й год, менее она эротичная, ближе к 19-м веку. В российской больше эротики. Все-таки это 70-е. И советское кино все-таки тоже мимо этого тренда не прошло. В оригинале в Мадемуазеле не тоже больше конфликта, чем эротические песни. Про кадету там ничего такого нет, конечно. Французский текст не столько против религии, сколько против армии. Вот в Мадемуазеле не то, что конфликт понимается как конфликт между Флоридором и майором. Поэтому там, во-первых, 30% текста убрали в русском. Там есть продолжение, как там Флоридор сбегает из армии, Дениза ему помогает, Флоридор женится на Карине, которая уходит от майора. И все это продолжение на самом деле антимилитаристское. Французский фильм про то, что военные мудаки. Поскольку в СССР правят на самом деле военные, да, милитаристская диктатура. Про военных вообще все убрали. Вот это антиклирикальное направление и усилили, которое там достаточно слабое в Мадемуазеле не то же. А антимилитаристское вообще убрали в советском фильме. Ну то есть понятно, что там он солдафон, да. Но он такой обаятельный, Шервингт обаятельный солдафон. И всю вот эту тему, что интеллигенция лучше, чем военная, вообще все убрали, сократили, подмяли. Хотя все равно она осталась и пробивается, да. Потому что все равно же смысл-то в том, что Флоридор майора обманул. Все равно же там смысл в том, что интеллигент лучше военного. В самой пьесе-то. Вот насколько могли, советские это все дело ослабили. Потому что вот в России почему-то милитаристы и военные считаются, значит, интеллигенцией. Хотя они везде противопоставлены. Как раз вот в европейской культуре вот это, что вот тупой военный, да, дебил там. Не смог, ничего не смог, короче. Флоридор его обманул. Вот об этом комедия типичная для Франции, где еще в 18 веке Фигаро тоже военного этого графа обманывал и так далее. Ну, в целом, что вот, если даже все вот эти социальные и культурные убрать моменты, это классика советской музыкальной комедии. Это очень крымский фильм по всей тональности, крымский мюзикл. И если в советском контексте, то нужно сравнить с «Соломенной шляпкой». Это тоже такой французский «Ива-де-Виль», там тоже Миронов с Гурченкой. Вот, так что вот, да куда-то сюда. Подранки фильма о военном детстве тоже считался подростковым и юношеским 76-го года. Не совсем, правда, мне вот, как бы, значимость показана. Это выразительная мелодрама про поиски родственников после войны. Тогда было таких много, потому что проблема была, да, война, многие потерялись и искали. Талантливо снято, но, в общем-то, и все. Я не вижу тут каких-то психологических, социальных смыслов. Была еще экспрессивная мелодрама «Помни имя свое» тоже примерно про то же. Она более, по-моему, выразительная, чем вот эта. Ну, достаточно годный фильм, но особенно не запомнился. А вот «Раба любви» запомнилась. «Раба любви» — это Михалков, «Амадерни», интерпретация судьбы Веры Холодной. Сюжет, я думаю, все знают. Елена Соловей в роли Веры Холодной, «Гражданская война». И вот эта Вознесенская, которая там в Веру Холодную играет. Сначала она просто кинозвезда, но и постепенно она втягивается в политику и начинает на большевиков работать, и в результате чего она гибнет. Но это все придумано. Не доказано, что Вера Холодной там на большевиков работала. На самом деле она убежала в Одессу от большевиков, и там умерла от Криппа, да, от Испанки. Про Веру Холодную давно они хотели снять. Они сначала писали эту роль для Инны Гулая, актриса. Она внешне походит на Веру Холодную. Они, кстати, по амплуа тоже. У Веры Холодная амплуа истеричная. Она там везде какая-то страшная жертва во всех ее фильмах. И как раз Инна Гулая бы хорошо сыграла, но она там что-то, по-моему, то ли с ума сошла, в общем, что-то там с этой Инной Гулая случилось, что она в 70-е почти не снималась. И снял Михалков с Еленой Соловей в качестве такого эпоса вот о Серебряном веке, который мы потеряли, Одесса. Кстати, тоже достаточно украинский фильм, очень одесский. Вера Холодная и одна из ключевых фигур Серебряного века. Вот сняли недавно путинский сериал о Вертинском, и там опять есть Вера Холодная, и ее очень много, потому что у них там была любовь с Вертинским. Как и у Булгакова, в общем-то, основной-то конфликт все тот же. Прекрасно душная эта интеллигенция русская и украинская не вписывается в ту реальность, которую создает история. Вот они сталкиваются как бы вот с тем, что все эти их прекрасные фильмы, которые опять же имитируют Запад, они никакого отношения к тому, что происходит на самом деле не имеют. На самом деле происходят какие-то ужасы. Хотя на самом деле их привычный мир у этих интеллигентов рухнул еще в семнадцатом году, а тут уже девятнадцатый, поэтому немного анахронизм. Они уже два года как в хаосе живут, и так бы они не выглядели в этом фильме. Хотя, может быть, представители искусства они затормозили. Ну вот, мне кажется, примерно об этом, и поэтому Михалков более-менее еще в семидесятые нормальный, еще не скатился в тупой официоз, что характерно уже с девяностых для Михалкова, и не деградировал. Поэтому фильм достаточно сложный, смотреть интересно. Сказ про то, как царь Петр рапа женил. С Высоцким пустили Высоцкого. Высоцкий, правда, там играет не брутального чувака из его песен, а интеллигента. Этот интеллигент там черный. Параллельно с Высоцким имеем Петра I Алексея Петренко, Валерия Золотухина там, Галузского, Табакова и так далее. И причем получается, что вот этот черный, значит, Ибрагим Ганнибал, он был первым русским интеллигентом, и от него произошел потом Пушкин. Пушкина действительно, да, позиционировали в прибрежными как такую интеллигента, хотя он им не являлся, до Пушкина я еще дойду. Пушкин это просто, опять же, военный. Первая версия там была двухсерийной. Надо сказать, что настоящий Ганнибал никогда на русской девушке не женился, у него была еврейка, между прочим, жена. У Ганнибала и Пушкин происходит, да, от Эфиопа и еврейки, и Пушкин, конечно, по-генетически он русским не является, но это характерно для русской культуры, потому что черный, так сказать, у нас еще и главный писатель русский. Эфиоп у нас классика русской литературы, но неудивительно для всей культуры в целом, империалистической этой самой, что от народа она далека. Шолохов против фильма выступил. Говорю, что там откровенная русофобия, осмеивается русская история и наш народ, ведет атаку на русскую культуру, мировой сионизм, Шолохов Брежнева писал по поводу фильма. Это заметно в фильме. Это фронтирующая картина и достаточно русофобская. То есть там единственный хороший герой это черный, а все русские там мудаки, придурки, гады и сволочи. И черный вместе с Петром подавляет этих русских за то, что они гады. Высоцкий, в принципе, играет именно себя. То есть с одной стороны он служит Петру, то есть Высоцкий же с одной стороны советский актер, а с другой стороны он постоянно с ним спорит и диссидентствует. Поэтому у Высоцкого, да, уже был имидж, что с одной стороны он актер советский, а с другой стороны он диссидент. И самого себя и играет, такого диссидента на службе. Самый благородный, как я говорю, черный, вокруг все такие патологические выродки. На это Шолохов и отреагировал. Шолохов, конечно, все-таки казачий писатель, и он за народ тут же обиделся. Но надо сказать, что этот фильм преуменьшает ту русофобию, которая была при Петре, при Ломоносове, который создал так называемый русский язык из нерусских языков. При Петре даже этот Ганнибал и не думал на русских жениться, он женился на еврейских, я уже говорил. При Петре в основном возили готовых европейских специалистов, русских почти не обучали за границей. Язык представлял собой смесью Петра польского, церковнославянского и голландского. Народный язык никогда не кодифицировали, его презирали. Поэтому потом и навязали вот эту вот смесь польского с церковнославянским, о чем у меня отдельный клип и есть многочисленный, в том числе недавно про Ломоносова и про весь его проект искусственного языка. Это все тоже вот эта самая русофобия. На самом деле демократов русофобии обвиняют, но нет ничего более русофобского, чем русская культура. У нас с самого начала была навязана другая, навязали церковнославянский как русский язык, игнорируя реальные русские языки. При Петре запретили русскую национальную одежду. Вообще любые проявления чего-либо национального это тоже было запрещено при Петре. При Петре русских вообще как бы заставляли быть нерусскими. Поэтому при Петре русофобии было гораздо больше, чем в фильме показано. Я об этом. Вся эта по сути это национальная катастрофа, сравнимая с коллективизацией, то что при Петре творилось. А в фильме она изображена как некая комедия. Вот уничтожают по сути целые народы русские с их культурой при Петре. А в фильме это как бы хихиха-ха, надо же какие-то дураки там, а черный лучше, чем все они и умнее. Так что действительно фильм русофобский. Шолохов правильно обижается, но ведь и вся культура эмбилистическая русская. Она вся против русского народа. Против русских народов многочисленных направленных. Что в языке особенно ярко проявляется. Вот сейчас они все ненавидят и презирают сибирский язык и борются как могут. Потому что это реальный себе язык народа. Вот через тот асфальт, который поверх народа заложили, пробивается все-таки язык народа в виде проекта сибирского языка. А его ненавидят абсолютно все группировки этой самой российской интеллигенции, хоть консерваторы, хоть либералы. Потому что народ они ненавидят всем в равной степени. Именно поэтому украинцы их победят, потому что они сохранили народ и там есть нация. А в России никогда нации не будет. Потому что культура изначально как дуальная сделана и в основе культуры ненависть к народу. Если так уж крупно брать. И это заметно и в этом фильме про араба Петра Великого. Труфальдина из Бергамо. Так, я довольно долго, но решил все-таки не резать я на две клипа. Пусть один будет 76-й год. Труфальдина из Бергамо никак нельзя убрать. Экранизация Гальдони, о котором я ранее говорил. Комедия Дель Арте. Райкин, Гондарева. Наши ведущие исполнители. Первоначально делали как в мюзикл. И там действительно и в кинопостановке доминирует именно пение. Это именно мюзикл. Первая большая работа для Константина Райкина. Но Константин Райкин там прекрасен. Помимо многочисленных песен, которые написали, есть музыка Антонио Вивальдо там. Ну, классика жанра, конечно. Вот музыкальные комедии, они традиционно в советском кино были хорошие. 70-й расцвет музыкомедии. Потом Райкин, то ли Константин, то ли Аркадий рассказывали, как они над ролью работали ответственно. Райкин, Аркадий Райкин, ведущий сатирик. И, в общем, они говорят, что очень сильно они так серьезно относились к этому. Вот кажется, что он там веселый, да, но там тяжелая работа на самом деле над всей этой роли у Райкина. Скорее перенос, опять же, вот этой эстетики просвещения, про то, что слуга всех обманул, да, то, что третье сословие лучше, чем аристократы. В этом был смысл в XVIII веке. Но наши это все понимают. И учитывая, что у нас уже своя партийная аристократия, фига в кармане тут тоже есть. Для тех, кто, так сказать, понимает. Фильм «Мама с Гурчинкой» на самом деле румынский. Значит, это сказка «Волка семеро козлят». Она на самом деле не русская. От России тут только Боярский с Гурчинкой. Сказка это «Братьев Гримм». Режиссура тут румынская. Причем румынская режиссура доминирует. В то же время там советские актеры. Но советские актеры адаптируются в данном случае в румынскую эстетику. Я вот в Молдавии тоже много раз был. Эстетика румынская в фильме «Мама». Играют там Гурченко, Боярский, Краморов. Вероятно, хорошо заплатили, потому что вот эти все были все задействованы. Но у них куча предложений было. Если они там согласились в Румынии играть, вероятно, оплатили хорошо их. На второстепенных ролях румынские актеры. Делали сразу три версии. Там английскую, румынскую и русскую. Только в русской там своими голосами говорят и поют русские актеры. Ну вот, вероятно, как такой вот фильм для Запада еще позиционировался. Гурченко любыми средствами там, значит, снималась. Отказалась сниматься у Михалкова. Поехала именно в «Маме» в это играть. Сломала ногу во время съемок. В гипсе снималась. Все равно героически отсняла этот фильм. Очень хотела. Почему-то внезапно фильм был популярен в Норвегии. Я не знаю, наверное, по контрасту. Он очень молдавский. Это именно румынский. Но Гурченко, она украинка. Она вписывается хорошо. Это вот такая вот южно-юго-восточная такая европейская стилистика. Она и украинцам хорошо тоже входит. «Синяя птица, дитя, разрядки». Это сняли с американцами сказку. Приехали американцы. Снимали его в СССР в дворцах европеизированных Петровского, этого Елизаветинского, Екатерининского периода. В главных ролях там все-таки американские актеры. Наши там участвуют, но подражают. Режиссура опять же американская, и наши в нее вписываются. Вот заметно, что на самом деле не советский фильм «Имама» и «Синяя птица». Там все по-другому абсолютно. Витцин там, Терехова из наших, Щербакова и так далее. Они все играют по-американски, работают под эту Элизабет Теллер, которая приехала, и других. И, кстати, работают хорошо. Наши там показали, что они могут, в принципе, те же наши актеры могут работать в голливудской стилистике. Ну, возможно, они пытаются научиться. Это вот в 1976 году была определенная разрядка напряженности. Что-то пытались с американцами договориться. И, видимо, вот одно из проявлений разрядки, это то, что вот этот фильм сняли «Синяя птица». Ну, там никакого диссидентства нет. Это отвлеченная детская сказка Миттерлинка. Все вот диссидентство там в том, что наши работают по голливудским схемам актеры. Вот это там заметно. Ну, пожалуй, все. Там фильмов было много. Я и так уже чуть ли не час болтаю. Ну, потому что вот эти все довольно важные. И середина 70-х, еще раз повторюсь, это все-таки пик развития советского кино.